МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В студии я, Анна Глазунова. И сегодня я расскажу вам о главной новости этого дня. Годы Великой Отечественной войны – это годы тяжелых испытаний для нашей страны. Эта война оставила множество шрамов в сердцах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Чем дальше мы от нее, тем больше осознаем величие народного подвига. И тем острее – страшную цену победы. В этом году наша страна празднует 72-летие со дня Великой Победы. В преддверии торжества Казанский федеральный университет традиционно провел студенческий марш победы. Чем запомнилось данное мероприятие – смотри прямо сейчас. Война – такое беспощадное и тяжелое время. Время, когда на фронт шли взрослые дети, мужчины и женщины. Время, когда солдаты, летчики и танкисты воевали за мирное небо, а медсестры спасали раненых с поля боя. Они отдавали свои жизни за родину, за свободу, за будущее. И только непреодолимая сила воли русского народа помогла победить врага и произнести сквозь слезы радости торжественное слово «Победа». В честь празднования 72-го годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани состоялся студенческий марш Победы. На площади собрались уже тысячи студентов, преподавателей и выпускников Казанского федерального университета. В таком же смешанном составе в страшном 1941 году они попали на фронт, а некоторые ковали победу в тылу. Уже третий раз подряд он собирает студентов и преподавателей Казанского федерального университета, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Вот вы видите, сидят ветераны. А ведь каждому ветерану уже далеко за 90. Они стоят втрою вместе с вами. Я считаю, это самородки нашего государства. Те, которые ковали Великую Победу в годы Великой Отечественной войны. За это время можно было окончить любой учебный вуз. Но я учился не 6 лет потом, а 10 лет понадобилось мне для того, чтобы закончить, получить университетское образование. Потому что через каждые два года брал отпуск академический по состоянию здоровья. Вот что такое фронт. Марш Победы начался с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза поэту Мусе Джалилю. Студенческий марш Победы стартовал от площади 1 мая до центральной площади перед главным зданием Казанского университета. В колонии были также студенты, которые несли таблички с фотографиями ветеранов, а также транспаранты с лозунгами. С фотографии своего деда прошел и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. А к себе бессмертный полк уже успел остать доброй традицией. Это поистине масштабное и грандиозное событие. Сейчас мы видим бессмертный полк. Я вглядываюсь в лица этих людей, которые изображены на портретах. Это обычные солдаты, рядовые, матросы, сержанты. Это действительно простые солдаты, которые победили фашизм. И сегодня они здесь с нами, в строю бессмертного полка. В марше в студенческом Казанского федерального университета. Памятником Мусе Джалилю до главного здания КФУ. Отправным полком марша стала площадь 1 мая. За бессмертным полком, встроенным маршем, прошелся почетный батальон КФУ из 210 студентов в военной форме. В колонии взвод барабанщиков Суворовского военного училища Министерства обороны России. Все участники марша победы смогли проникнуться атмосферой того времени и с чувством гордости и бесконечной благодарности пройти этот марш так, как когда-то уходили на фронт молодые ребята и девушки. От Москвы до Сталинграда и от Курска до Варшавы, Будапешта и Берлина путь победы пролегал. По болотам бездорожью, По бомбежкам с дрожью, По полям политым кровью, Ты победу добывал. Покидая альмаматор со студенческой скамьи, Строем шли на фронт ребята, Лучшие ее сыны. Из тени лабораторий, Из тиши библиотек, В руки взяв цевье винтовки, В огненный 20-й век. Перед главным зданием КФУ Льшат Гафоров сказал благодарственные слова ветеранам и отметил важность таких мероприятий. Верное равнее на средину! Товарищ ректор Казанского федерального университета, участники студенческого марша победы, на митинге в честь дня победы построены, командир почетного батальона 210, доцент кафедры безопасности 10 Салихов. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважение тем, кто 72 года назад, победив фашизм, завоевал для нас право самим решать свою судьбу. Отстоял свободу нашего народа, вернул всем нам надежду на мир и счастье. В мероприятии приняли участие более трех тысяч студентов и выпускников Казанского федерального университета, а также почетные гости в лице представителей администрации Республики Татарстан, города Казани и Казанского федерального. Вы знаете, в годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт и более половины погибли, защищая нашу страну. И в то же время в годы Великой Отечественной войны наука, оборонные предприятия переехали в нашу столицу и вместе с тружениками Трудового фронта ковали победу. В каждом фактически доме, в каждой семье вспоминают своих дедов, отцов, вспоминают своих родственников и просто вспоминают ту историю, которая отмечалась и горькими днями и моментами, но еще больше, из большей радости, конечно, вспоминают те дни, которые двигали шаг за шагом нашу страну. В завершении праздника в небо запустили 72 голубя, как символ мира и благополучия. День Победы Это марш памяти, посвященный нашим близким, нашим дедам и прадедам. Которые воевали и отдали многие жизнь за эту великую победу. Это марш памяти нашим преподавателям, студентам, аспирантам, которые воевали и остались лежать в различных странах мира. Это дань памяти тем, кто, вернувшись с войны, восстанавливал нашу страну и, соответственно, наш университет. Для всех желающих после завершения мероприятия была открыта полевая кухня. Все самые яркие моменты с марша Победы запечатлела наша съемочная группа. Канал Универ ТВ вел прямую трансляцию с этого мероприятия. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На сегодня это все. Смотри Универ Ньюс и будь всегда в теме студенческих новостей. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok